добрый день дорогие друзья вы на канале клан сибирских цветочниц недавно я показала как я заставляю цвести и обрезаю формирую шариком маленький куст джасмина остались после обрезки вот такие вот черенки которые я буду укоренять про укоренение есть целый плейлист я сейчас сверху поставлю подсказку посмотрите пожалуйста но все же спрашивают как можно проще укоренить я сейчас покажу самый простой способ самый простой и я его уже показывал и так черенки освобождаем от нижних листьев и обрезаем так чтобы было два междоузлия то есть вот у этого черенка можно оставить так а можно снять пару листьев и оставить только два междоузлия это чубушник и у него очень большое расстояние между между узлями и или как правильно между узлами и получаются черенки длинные что с этим делать я тоже покажу чуть чуть позже в этом же ролике вот а у спире и которая росла рядом и была тоже нещадно обстрижена у нее короче вот эти расстояния и соответственно черенки поменьше листики у спире и они тоньше и они быстрее подвяли для того чтобы перевести домой а мне дома удобнее это все делать я использовала просто пакет в пакете с увлажнением несколько часов черенки спокойно выдерживают сейчас дома я обрезала черенки еще раз так как мне нужно не оставляйте слишком длинное ориентируйтесь действительно вот на междоузлия этого будет достаточно не оставляйте много листьев потому что с большим количеством листьев укорениться растению труднее я убрала цветочек у этой спире и бутончики но можно и не убирать обязательно обратите внимание чтобы не было никаких насекомых на вашем черенки вот этот черенок например вот он оптимальный для укоренения он не слишком длинный у него маленькие плотные листья и я думаю что он укоренится быстрее всех для укоренения беру мог сфагнум да 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 мог сфагнум где-то в каких-то районах он растет в каких-то районах можно купить его в магазине и вот в этот мох посмотрите я поместила свои три череночка вот в один стаканчик сверху я добавила еще сухой мог там был увлажненный сверху добавила еще сухой мог чтобы просто до верха стаканчика было вот этот субстракт и очень важно мог он предотвращает гниение и поэтому листики которые с ним соприкасаются они не будут гнить вот такая красивая получилась композиция только на три черенка с остальными черенками я поступлю немножко по-другому остальные черенки повыше по длине и я их посадила все вместе вот такой длинный высокий стаканчик тоже сверху сейчас немножко подсыплю а может не буду подсыпать мха смотрите сами вот их я посадила вместе не бойтесь их потом можно будет вполне распутать корневую систему и не сажать все вместе ну и дальше я конечно же перенесла их парничок под подсветку здесь просто освещение такое у меня на самом деле две лампы тут и бекалор и full спектр то есть в живую не такое розовое свечение обязательно нужно еще раз опрыскать увлажнить меня дома не очень хороший опрыскиватель хороший опрыскиватель двухлитровый умница у меня на даче вот но деликатно нужно увлажнить чтобы листья не потеряли полностью тонус и конечно же накрыть сверху крышкой можно не открывать эту конструкцию каждый день и проветривать нужно только следить смотреть ну и открывать примерно раз в неделю скажем хорошего вам укоренения разных вам растений подписывайтесь на наш канал мы поделимся советами и опытом своим у нас несколько авторов а сегодня с вами была анжелика и поставьте лайк напишите комментарий если вам конечно же не жалко пока пока